Матищинские подростки старше 14 лет могут посвятить часть своих летних каникул работе. Этим летом в 19 школах городского округа создано 446 рабочих мест. Ребята будут заниматься благоустройством, мелким ремонтом инвентаря и уборкой территории школ. Также у подростков будет возможность поработать в школьных библиотеках и музеях. Желающие могут выполнять поручения, связанные с сайтами учебных заведений. Готовы принять детей молодежные центры, учреждения спорта и культуры. Здесь рабочих мест меньше. Открыто 170 вакансий. Многим детям это очень интересно. Работа несколько другая. То есть это или ремонт библиотечного фонда, это отцифровка книг, это составление различных каталогов. Ну, если это работа в центрах, то это, скорее всего, работа с малышами. Как правило, мальчишки занимаются спортом с мальчиками, а девочки занимаются оригами, бисероплетением, макраме, рисованием, лепкой из теста, из пластилина и так далее. То есть вот тут вот наши подростки потихонечку становятся взрослыми и становятся потихонечку воспитателями для начинающих. На создание рабочих мест для детей в школах и бюджетных учреждениях средства выделяются из бюджетов муниципального, в этом году это более 2 миллионов рублей, и регионального – более 600 тысяч рублей. Есть в нашем округе и те организации, которые, несмотря на непростую рыночную ситуацию, готовы без поддержки властей трудоустраивать подростков, например, ОКБ-КП. Также регулярно приглашает детей на работу в летнее время Мытищинская городская клиническая больница. Есть еще места, однако я хочу предупредить, что дети должны иметь СНИЛС, должны иметь ИНН. То есть сейчас требуется большая подготовка для участия в этой работе, поскольку, ну вы знаете, в Трудовой кодекс внесены некоторые изменения, они ужесточили правила приема на работу, обязательно дети должны иметь медицинскую справку. Поэтому для того, чтобы участвовать в этой работе, необходимо зайти или на наш сайт czn.dfism.ru и посмотреть, какой список документов, или получить на бумажном носителе список этих документов и подготовиться еще из 2 недели для того, чтобы это сделать. Анна Роченкова, Денис Петров, информационная программа «День».